Приветствую, Мария, привет. Тема, привет. Светлана, есть ли у тебя духи-помощники? Или, может, рассказывал кто-то подобное взаимодействие с Тонким миром? Я не могу сказать, что у меня есть духи-помощники, но я могу сказать, что у меня бабушка, моя бабушка по отцовской линии, она, как это вообще принято говорить, вот такая была гадалка, колдушка. И мама рассказывала такую ситуацию, сестра, я была просто очень маленькая, и сестра рассказывала ситуацию, там, например, у них были цыплята во дворе, и сестра с ними играла, и палочка их подгоняла. Ну и так получилось, что палочка шлепнула одного, и тот все, умер, ну, как бы лег замертво и не шевелится. Она вокруг него ходила, ходила, ничего не помогает, и бабушка вышла на крыльцо, она говорит, что ты, говорит, платишь? Она говорит, ну вот, цыпленка убила. Тогда взяла в руки, что-то там пошептала, я поспустила, и он побежал. Вот это вот, знаю эту историю. Знаю историю, что мама, когда приехали мы, погостить к бабушке, она в Талице жила, папа сам у меня из Талицы. И у папиной сестры муж, дядь Петя, он колол дрова, и так как-то он колол, что он руку себе практически, то есть она у него вообще висела. И они вызвали скорую, но так как там ездили скорые, можно нам с девушей сказать? Да-да-да, так как там ехали скорые очень долго, то вот она что-то там пошептала, и мама, говорит, повернулась, а там кровь обратно фонтаном внутрь. Вот это вот я слышала такие истории. Но чтобы у меня были какие-то духи, нет. Наверное, я все-таки прислушиваюсь именно к внешнему миру очень прислушиваюсь, и там один сплошной дух. Это классно.